Итак, в наших сейчас, в моих руках, находится артефакт Фламберг характерной конструкции начала 17 века, европейский. И мы сейчас его изучим. Находимся мы в кабинете у сотрудников Московского музея телесных наказаний и пыток, у которых есть этот замечательный артефакт, и они любезно предоставили нам возможность его изучить, чтобы мы потом могли знания в массы передать. Что мы сейчас и сделаем. Итак, данный образец, данный меч это Фламберг, начало 17 века европейского производства, где-то 1605-10 года. Значит, что интересно. Почему 17 века? То есть, если обратиться к родным артефактам, которые экспонированы в различных музеях, изучить датировки, то будет видно, что мечи более поздние имеют более интересные гарды. То есть, допустим, меч середины 16 века, он был бы с более простым эффестным набором. Также стоит отметить, что фламберги появились в середине 16 века, примерно в 1550 году. Ну и развились уже, в общем-то, до 17 века, использовались где-то, наверное, могли встречаться до середины 17 века. Давай, значит, Олег, дай рулеточку, пожалуйста. Итак, сейчас мы его измерим. Это вот Александр Стрельченко, известный в определенных кругах историк, в общем-то, специалист по русским и восточным вооружениям, по-моему. Это делается не так. Ребята, продержите, я сам измерю. Сейчас мы... Ты вот можешь вниз это встретить просто... Там наружку хотели заметить сейчас. Давай, мы сейчас для зрителей... 182, ну, 182 вместе с гвоздиком разносим, в смысле, с хвостаричком. У нас общая вина клинка. Значит, теперь мы, давайте, вернее, меча, да, измерим сам клинок до ручки, он у нас доходит, ну, 136,5 группы, да? Длина заточки у нас 94, ну, до краев 97. Потом, значит, фальш-рукоять еще одна после фальш-гарда идет где-то, ну, еще, наверное, 12 сантиметров. И отпускай. И ручка, значит, и рекассо у нас до гарды 24,5-25. Да, длина ручки, я думаю, где-то тоже сантиметров 30-43 сантиметра. То есть, 37 сантиметров у нас рукоять и где-то 7 сантиметров у нас яблоко 6. Вот, 6. То есть, ручка у нас получается... Да, параметры еще. Да, и параметры, да, давайте покажем. Размах гарды, размах гарды у нас 47 сантиметров. Ее глубина, вот, где-то у нас она 15 сантиметров. Значит, Саша Николаев, вот так вот возьми, мы сейчас... Еще раз, вот, горизонтально замер. 47, и сейчас, и давай замерим размах колец. Размах колец 20 сантиметров, грубо, то есть, виноват 19,5. Где-то, да, маленькие, как в Казбаре, 110 миллиметров с 1 сантиметром. Так, давайте замерим толщины сейчас. Значит, ширина у Прикассо у нас, в принципе, она практически неизменная. То есть, у гарды где-то 45 миллиметров. Ну, расширяет чуть кусок. Кстати, вот, размах усов 21. И у усов чуть больше, 50. Ну, в общем, толщина практически не меняется. Да, ширина, вернее. Ширина, да. 52 здесь по зубьям, по волнам. И маленькая, и впадина где-то, наверное, 44. Порезаться, бай, остро. Остро, да. 49 вот у кончика здесь. Почему-то... А здесь он был, черст. Ну, остро для того, чтобы... Нет, нет. Это оружие... Как это сохранилось? Вот такая острота. Ну, на самом деле, ну как, если он хорошо хранился, почему бы железу, то есть, не остаться? Потом, судя по клеймам и по узору, он достаточно часто его чистили, может быть, даже и точили. Возможно, он был даже еще острее, просто с кромок, чуть уже окислился. Потому что, вот видите, я рукой провожу, я не обрезаюсь. Уже затертый клейм. Уже затертый, но все равно это очень легко будет подправить и привести просто, ну, в бритвенное состояние, да. Так, теперь давайте что посмотрим. Значит, ручка у нас... Ручку мы померили. Ну, вот эта вот разболтанность гарды, это, скажем так, ничего в этом страшного нет, они все мячи гарды разболтаны. Вот это срезали. Да, срезали вот эти вот бунчуки. Нет, да, манни. Вот отсюда. Вид был, чтобы хрома. По хрому, да. Так, давай яблоко покажем людям. Значит, я опущу, Саш. Яблоко, точка баланса. Да, расклепано просто, без дополнительных шайбочек. Да, яблоко без каких-либо декора дополнительного. Ну, ручка мы сейчас не видим ее устройство, но, вероятно, это просто сдвоенный деревянный пенал, обтянутый кожей. Причем кожа просто приклеена. Да, здесь был текущий. Да, ну, вот эта штука, которая, это либо кожаная, либо, какая-то веревочная, просто обтянутая. И то же самое. То же самое здесь. Это делается для удобства, для, то есть... Чтобы рукой не скользовало. Так, давайте... Кожа приклеена давно, или... Ну, я думаю, что вполне возможно, это родная кожа 17 века. Да, 17 уже много артефактов сохранилось, как раз родная. То есть, ну, мы не думаем, что это подделка 19, уж очень так все похоже. Тем более, большинство всех этих вещей, они арсенального какого-то хранения, не археологи, поэтому органика хорошо сохраняется. Обозначения схематичные расположенные здесь, чтобы люди знали. Так, ну, прежде всего, значит, здесь на этой стороне клиника расположен декоративный узор, инвентарный номер. Вот Саша Николаев нам подсказывает, что это номер с какой-нибудь там арсенальной книги 19 века. Что ты думаешь? Так, да? Да, музей, да, арсенал, или замков, либо городского какого-то. Да, значит, вот аромбический узор с перекрестием, это со звездочками, это, скорее всего, это просто носит декоративный характер. То есть, я не могу, конечно, 100% утверждать, но очень много таких я видел, и это просто, скорее всего, решили как-то украсить. Так, вот очень интересно, значит, здесь рисунок, значит, круг, и в него вставлен такой крест, значит, всечка латунной проволоки. Значит, я по этому узору возникли вопросы, и у меня тоже, вот, и у ребят из музея, и у других моих коллег. Я задал вопрос венскому куратору Матьеву Спофенбихтеру, значит, через личное письмо с фотографией. На что он сказал, что это называется Райхсорб, имперский шар, который обозначает символ империи, значит, священной римской державу. По-русски это держава. То есть, данный символ наносился практически на все поточные клинки священной римской империи, ее, значит, окрестных, там, не знаю, сопредельных, если недружественных, то государство, которое, на которое оно имело влияние, то есть, вот. То есть, это, вот этот Райхсорб нам может рассказать о том, что этот меч был сделан в имперских кузнях, вот. Императорский заказ, под подчиненным имперским. Ну, имеющий патент на производство доспехов вооружения для Райха, то есть, Райха это государство. В чем дополнительно никаких клейм ни Золенгена, ни Пасау на этом клинке не обнаружено, но есть другое клеймо. Сейчас мы вот перевернем этот меч. Райха туда, империя туда. Кстати, вот здесь зарубочки такие. Сейчас мы изучим их. Вот очень интересное на декоративном рисунке клеймо. Вот что это за клеймо, мы сейчас сказать не можем. Попробуем выяснить. Но у нас есть книжки, каталоги, мы это, разумеется, узнаем и потом сообщим. Так, значит, по нанесенным рисункам, в принципе, я думаю, мы здесь разобрались, что это такое. Ну, кстати, Клима Жукова надо спросить по поводу двуручных мечей, он же писал какую-то статью про них. Вот, мы ему это покажем и что он думает. Тоже его мне не спросим. Ну, в принципе, весит он, у него очень хороший баланс. Я вот его держу, очень он достаточно легко у меня идет в этом. То есть, если выпад даже какой-то. Вот. То есть, в чем вообще особенность Фламберга? Это в том, что за счет вот этой интересной волновой заточки, даже легкое касание, легкий, допустим, удар, может очень сильно человеку навредить бездоспешному. Рваная рана. Рваная рана, которая очень тяжело будет заживать. И, то есть, а то, как не все же были полностью одоспешены. В общем, даже не кожа, а сухожилия. Да, и одоспешены. Ну, против кого он издалился. Мы на семинарах уже по фехтованию разбирали эти техники. То есть, я это говорил. Ну, вот, скажем, данная штуковина прямое подтверждение. То есть, меч, кстати, вот если мы посмотрим, он чуть-чуть провисает. Если вот плоскость на камеру направь, тогда более видно будет. Вот на клинком. Не-не-не, чтобы он в перспективу ходил. Вот тогда провисает. То есть, он немножко провисает. Есть еще больше мечей, которые висят. Но этот вот... Он достаточно толстый, в общем, поэтому... Ну, да, кстати, вот здесь мы сейчас тоже замеряем это дело. Так, прочка баланса, где у нас? Точки баланса. То есть, удобно брать, значит, его, соответственно, хватом боевой косы. Мы его называем отхват. Вот он. Вот, можно за гарду взять, за кольца. Но, в общем-то, при вот таком охвате... Кстати, вот почему большая гарда вот такая. Потому что ее очень удобно фехтование использовать в качестве щита. То есть, вот, большая железка, которой можно встречать другую железку. Да, вот, вражеские удары. То есть, ну, и различные хваты. То есть, вот, это сделано для того, чтобы меч можно было, значит, в защитном варианте хват парадом, мы это называем на самом жаргоне, использовать. Вот. Кстати, следов используем на нем не видно. Следов используем, сейчас посмотрим. Нет, есть, есть. На клинке самом нет, на гарде нет, на фальш-гарде. Есть, вот зарубку я уже вижу, вон зарубки. Есть, мы сейчас все изучим. Давай про баланс, а потом уже про его боевые какие-то заслуги, которые могли иметься. Так, баланс, вероятно, хват от гарды. Чуть-чуть, чуть-чуть нет. То есть, ну, почти, ну, хват латной перчатки чуть больше. То есть, обычно делают хват от гарды, вот на этом, но здесь вот на пару сантиметров он баланс сместили. Увиден, но для такого мяча это не принципиально. То есть, в принципе, если его уточили, снимали. Хорошее, очень яблоко мощное, да, в котором тоже можно в клинче, значит, ударить. Так, сейчас, Олег, дай линейку, пожалуйста. Сейчас я еще, Костя, подержу, друг с другом. Значит, про толщину вот самого клинка. Забыли взять штанги, ну, ладно. Видимо, линейка. Не так точно. Так. 7 миллиметров. То есть, мы вот наши боевые мячи делаем 8, 10, тут даже 12 делаем. То есть, вот, и люди инфектуют. Сейчас мы еще его взвесим, разумеется. Так, еще, он сходит, подержи аккуратненько, да. Сейчас мы попробуем его видеть. Кстати, некоторые экземпляры, где, наоборот, к... 4 миллиметра, господи. Расширяются немного. Да, есть ламбри, которые к кончику расширяются. Это как раз сделано для того, чтобы легкими, допустим, ударами можно было безнаспешно человека поранить. Гораздо тяжелее. То есть, потому что удар получался почти как эта пора. Конечно, поздновато для Средневековья этот ламберг появился. Мечи такого типа. Потому что они являлись просто, ну, таким убер-оружием. Очень дорогим оружием. Вот. И даже, вот, например, про технику можно что сказать. При ударе, вот, и меч за счет вибрации немножко поигрывает. Вот вы видите, да. И при таком ударе, даже если удар не имеет силы, он за счет вибрации может, например, человеку там горло порезать или сухожилие. То есть, бездоспешно. Вот удара от вибрации со скоростью, конечно, показывать надо. Будет достаточно, чтобы его травмировать. Вот. Так, что мы еще забыли про этот меч? Давайте боевой путь. Осмотрим на предмет зарубок. Значит, на предмет зарубок. Держу. Да. Значит, мы видим вот такие царапинки здесь. Вот, Саш, посмотри, вот, что это такое. На рекассол, да. Но это, скорее всего, следы ковки. Это, вот, возможно, тоже что-то подварено здесь. Следы реставрации. Да, может быть, следы реставрации, может быть, следы ремонта. Вот отсюда видно, что... Нет, я думаю, что вот это вот, видишь, идет линия. Это просто... Нет, это ковка. Это следы ковки, гвоздь. То есть, не такое ответственное место было. Да, его решили... Из-за толщины и проще, оно не так обрабатывалось. Так, что здесь мы имеем? Мы имеем... Вот я тут где-то видел зарубку. Вот она, кстати, видишь? Вот зарубка. Вот она. Ну, незначительная, скажем так. Вот еще одна зарубка на гребне. У хорошего меча... У хорошего фехтовальщика зарубок не будет, во-первых. Зарубки, кстати, вот если мы посмотрим, какие они косые или прямые, если вот это, то они все-таки косые. То есть, фехтовальщик правильно ставил блоки, там, в общем-то, защиты. Ну, вот там еще и ближе туда есть еще одна. Так, и давайте тут тоже. Есть, есть видео, где-то видел. Маленькие зарубочки совсем. Практически микро они идут. Ну, надо сказать, что если оружие легкое, почему быть большим зарубком? Если правильно ставить защиту, как раз вот... Ой, что-то порезал. Вот маленькая зарубочка, вот здесь зарубка. То есть, вполне возможно, данный клинок, в общем-то, кровью чей-то попил. То есть, тут... Вполне, да. То есть, это... Господа, у вас хранится боевое оружие, то есть, именно прямого назначения. Так, давайте на гарде посмотрим, есть какие-то отметины. На гарде, кстати, мы отметим... Вот это вот интересно. Ну, не факт. Это, скорее всего, следы ковки. Так, таковых тоже нет каких-то. Давай, мы забыли рассказать. Это микротрещина, может быть, тоже как раз косвенно подтверждает, что... Ну, вот какие-то есть вот маленькие здесь... Ну, микротрещина, они как раз, если вы использовали по... Смотри, давайте расскажем собранию про строение гарды. То есть, вот меня часто спрашивают люди, как устроена гарда, то есть, как эти кольца крепились там, приклепывались, припаивались. Вот на примере этого мяча гарда здесь раскована и приварена к кузнечным способом. Ну, для тех, кто не знает, кузнечный способ сварки – это нагрев, флюс и сильный удар. То есть, происходит сильная адгезия металла, и он схватывается. И при последующем охлаждении молекулы, значит, сжимаются, и в итоге получается такой вот сварг. Вот лист, в смысле этот вот, мы тут немножко не видим как, но вот видим след как раз этой сварки вот на... Значит, или это трещина? Нет, сварка. Сварка. На вот загнутом усе. То есть, ус, вот этот, наверное, был откован, загнут сюда. Да, 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 да. И прижат здесь, вот. Так. Ну, в общем-то... Очень хороший, конечно, рукоять. Ну, очень приятный на ощупь меч. То есть... Да, поставь пока что нам не знаю. Очень приятный. То есть, люди, которые это изготавливали, знали, что к чему. То есть, вот и яблоко здесь, вот прям оно ложится в руку. И перехваты вот эти все, допустим. Сейчас я тут не буду, разумеется, раскручивать так аккуратненько, то есть, с выходом. Вот. И укол можно легко нанести, перевести его, допустим, вот эта защитная стройка. Да, это, конечно, уникальное оружие. Можно я? Да, конечно. Ну, вот, в общем-то, вот такой вот меч. Спасибо за внимание. Продолжение следует...